Девушки отдыхают Подлинный текст письма не прочла и воспроизвести не могу В подлинной записке по распечатанию конверта, как оказалось, была написана следующая фраза В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы высоко росли, родник между ними желча пробивался Тут интересно, что галлюцинаторные образы, появляющиеся у мэ, относились не только к этому отрывку стихотворения Лермонтова Но и к другим моментам всего стихотворения Таким образом, хотя госпожа М. для отгадывания словесно или путем галлюцинаторных образов требовала всегда, чтобы ей давали держать в руках запечатанный конверт Но гиперстезия ее чувств переходила пределы начертано на бумаге Что и указывает, по-видимому, что тут имеется наличность более сложного явления Психическая сторона которого ускользает еще от наблюдателей Пока сосредотачивающихся на гиперстезии, на изощренности высших органов чувств Но и это уже большой шаг вперед Один венский профессор в своей лечебнице для нервных больных Усыпив магнетическим сном одну из своих пациенток Вынул из кармана нераспечатанное письмо от своего лондонского корреспондента И положил его ей в руку, приказывая прочитать сквозь конверт его содержание Она ответила, что видит писание, но так как оно по-английски, то понять его не может Тогда профессор сказал, хочу, чтобы вы знали по-английски После чего сам нам было прошло английское письмо, как могла бы это сделать природная англичанка Теперь, продолжал профессор, переведите его по-немецки Перевод оказался вполне точным и ясным Хотя в письме говорилось о каком-то физиологическом вопросе Причем употреблялось немало технических выражений Затем магнетизер попросил ее описать лицо, писавшее письмо Что она тотчас же исполнила, прибавив, что лицо это сидит у стола в своем кабинете, который тут же описала Профессор обратился к своему английскому корреспонденту с просьбой прислать ему свою фотографическую карточку И фотографии своего кабинета И описание со мной было вполне подтвердилось Такого рода опыта происходили с тем же субъектом не менее десяти раз и всегда с одинаковым успехом В этом случае полученные сведения и содержание письма были никому неизвестны, кроме его автора И письмо, полученное сам нам было из старых рук Откуда же она узнала незнакомый ей язык? Полагаем, такое постижение происходит с помощью всемогущей силы, составляющей психический центр каждой духовной личности Открытие преступников при содействии сам нам был В газете Джилль Блас, некоторый господин Эдмонд Леруа следующим образом описывает свою беседу на вышеуказанную в заглавии тему с одной известной самнамбулой Возможно ли, сказал он, чтобы самнамбулейзм мог дать подобные результаты? Не сомневайтесь в этом, сказала она, это самнамбулу Очень часто не без успеха советуются с нами для открытия воров, пропавших вещей и даже убийц И наши способности в этом отношении простираются гораздо дальше, чем обыкновенно думают об этом в наш скептический век Между многими другими два нефесследующие факта, которые очень легко проверить, в особенности могут служить подтверждением сказанного От исчезновения господина Лекока де Буабоном, секретаря Жюля Фавра в 1868 году Исчезновения известного Гуфе два года тому назад В конце октября господин Лекок де Буабомон, адвокат и секретарь Жюля Фавра, предпринял поездку в Пьемонт Вскоре после этого от него перестали доходить вести И только семь месяцев спустя, 12 мая 1969 года, его семья получила депешу, извещавшую об отыскании его трупа в окрестности того места Откуда было получено его последнее письмо Обстоятельства, представляющие особенную странность в этой драме, то, что почти точно за его убийством, еще с первых чисел ноября месяца Уже было известно, каким образом он был убит Беспокоясь молчанием своего сына и подозревая какое-нибудь несчастье, отец, мать и сестра господина Лекока принялись за его поиски Но проездив напрасно почти целый месяц, они принуждены были возвратиться ни с чем Узнав о бесплодности этих поисков, адвокаты, товарищи господина Лекока Отправились посоветоваться с знаменитой парижской самнамбулой госпожой А Которая им сказала, что господин Лекок был убит в такой-то день, в такой-то час и таким-то образом Что убийца человек прилично одетый, путешествующий вместе с ним и нанесший ему три удара кинжалом в шею, в плечо и в грудь Что Лекок защищался своим ножом, но подоспевший крестьянин добил его ударом палки по голове И что оба убийца обокрали его после этого Самнамбула дала затем подробное описание места убийцы, вещей бывших с убитым, приметы убийц Справедливость указаний относительно одежды и вещей бывших при убитом была тогда же подтверждена родными его Тогда шесть адвокатов друзей Лекока отправились в Италию на поиски Но эти поиски не увенчались никакими результатами Вторично они советовали Самнамбула, которая дала еще подробнейшее описание места убийства Но и на этот раз не получилось успеха, так как труп Лекока был покрыт грязью и листьями Только в мае месяце после того, как растаяли горные снега, удалось его найти Следствие подтвердило, что молодой секретарь Жюля Шавра был действительно убит Замечательно также следующее обстоятельство Пять или шесть дней спустя после исчезновения Полли Лекока во время отсутствия родителей его Отправившихся на поиски за своим сыном В квартиру их позвонил какой-то иностранец Так как никого из хозяев не было дома, то он спросил адрес кого-нибудь из других родственников пропавшего без вести И ему дали адрес дяди его, директора школы живописи Он явился к этому последнему и рекомендовался попутчикам Лекока И особенно интересовался узнать, делаются ли какие-нибудь попытки разыскать пропавшего Впоследствии обнаружилось, что приметы этого посетителя как раз совпадали с приметами убийцы Описанными самнамбулы И даже утверждали впоследствии, что некоторые из вещей убитого были замечены на этом таинственном посетителе Все эти факты вы можете найти в газетах того времени Но достаточно прочесть номер газеты «Лантерн» от 14 августа 1989 года Чтобы увидеть, каким образом та же самнамбулла госпожа А Способствовала разъяснению дела Гуфе Два редактора газеты «Лантерн» явились к ней за советом Принеся с собой перчатку и галстук исчезнувшего судебного пристава Самнамбулла, будучи загимнатизирована своим сыном Сказала, что пропавший пристав был завлечен в ловушку и убит в Париже в квартале Мадалены Затем уложил большой чемодан или сундук и отправлен в провинцию В окрестности одного большого города, по всей вероятности Леона И будет найден 23 августа Все это происходило 12 августа Между тем какой-то совершенно уже разложившийся труп был найден Брошенным на дороге возле небольшого леска в Мильере в окрестностях Леона После долгих сношений между полицией и судебными властями Парижа и Леона Было установлено, что найденное мертвое тело может быть признано за труп пропавшего пристава Гуфе Для того, чтобы окончательно в этом удостовериться Решено было произвести судебно-медицинское вскрытие Только в конце октября найденный труп был официально признан за тело Гуфе Но в действительности он был найден еще 23 августа Как предсказала Самнамбула, будучи убит и отправлен в маленький городишко Близлиона Было также доказано, что он был убит Мишеля Майеро и Габриэлю Бонпард в Париже В улице Транстон, близ Маделены 18 октября того же года госпожа Ландри и девица Гуфе, сестра и старшая дочь покойного В свою очередь, взяв с собой шапку покойного, явились посоветоваться с Самнамбулой Которая, будучи усыплена, тотчас же сказала, что с нею уже однажды советовались по этому делу И объявила решительно, что труп, найденный в Миньере, есть труп убитого Гуфе Для подтверждения всего она указала на то, что у покойника Гуфе недоставало третьего коренного зуба с правой стороны Которого недостает и в найденном трупе Что и действительно было установлено впоследствии Она пошла еще дальше в своих открытиях Так как объявила раньше, чем об этом заговорили газеты Что покойный имел легкий недостаток в одном глазе И некоторый род невроза в ноге, заставлявший его слегка прихрамывать Сверх всего этого она объявила, что убийцы будут арестованы в один из трех месяцев Следующих за консультацией И что они отправились в Америку И действительно, день в день, через три месяца после этой консультации Госпожа Бонпард была уже в руках господина Лозе, префекта полиции Объявив, что она только что прибыла из Америки Где оставила своего сообщника Таким образом, все сказанное со мной было действительно впоследствии Оправдалось до мельчайших подробностей Так, например, ею было сказано, что труп был зашит в мешок из серого холста И что этот мешок был шит молодой и красивой женщиной, узнавшей, с какой целью она шьет этот мешок Этой женщиной оказалась прекрасная Габриэль Бонпард, которая с помощью эра зашила труп гуфе в мешок Не удивительно ли все это, говорит дальше автор И не доказывает ли, какие огромные услуги может принести хорошее самнамбуло для раскрытия преступления Самнамбуло, о которой выше говорится, вдова госпожа Афингер Эта дама доставила недавно новое доказательство своего ясновидения Благодаря двойному убийству на бульваре Тампль в Париже Вот что читаем по этому поводу в газете «Лантерн» от 28 декабря 1991 года Интересная консультация у самнамбула Читатели «Лантерна» вероятно еще помнят удивительную консультацию данной госпожа Афингер самнамбулою Нашим редактором по делу об убийстве господина гуфе Все, что она сказала тогда действительно впоследствии подтвердилось Несколько дней спустя после преступления на бульваре Темпль Наш же редактор отправился к госпожа Афингер с бинтом Служившим для первой перевязки несчастной дельфины Губр Едва самнамбула была усыплена Как тотчас объявил, что убийца был другом семейства Деляр Что он давно уехал из Парижа и что он будет арестован в неделю Рождества Эти заявления госпожи Афингер Господь повторила на другой день В 10 часов вечера в редакции Ланторне В присутствии двух друзей семейства Деляр И многих из наших сотрудников На этот раз госпожа Афингер прибавила еще Что убийца был молодой человек Недавно оставивший военную службу Что он был вооружен двумя ножами Одним длинным, другим карманным Что убийца в тот вечер оставался в том же квартале Где совершено убийство Что он после убийства отправился в сторону площади Бастилии Чтобы замыть кровавые пятна на своей одежде И что он на другой день проходил мимо этого дома В обществе другого молодого человека, похожего на него На вопрос одного из друзей семьи Деляр Переменил ли убийца свою одежду после убийства Она отвечала, да Не солдат ли это был? Да, отвечала она Не украл ли он чего? Да, он унес различные ценные бумаги, но не деньги Таковы сведения, доставленные самнамбулой И читатели, знакомые с делом об убийстве на бульваре Тампуль Знают, что все это впоследствии подтвердилось в действительности Дадим сведения еще об одной самнамбуле Санамбулей госпожи Самье Самнамбулезм госпожи Самье в своем развитии представляет два фазиса В первом из них она определяет болезни присутствующих, приведенных в магнетическое соотношение с нею Причем диагноз ее поражает всех своей точностью Во втором фазисе явление ясновидения или двойного зрения не менее поразительно Так, например, один из присутствовавших на сеансе Просил госпожу Самье перенестись мысленно в свой дом, находящийся в Пито По прошествии некоторого времени госпожа Самье сказала В этом доме находится какое-то фабричное заведение Я вижу какие-то вращающиеся машины Между которыми некоторые снабжены какими-то большими зубцами Это, вероятно, суконная фабрика Затем госпожа Самье дала подробное описание положения здания и расположения его комнат Причем спрашивающее лицо признало полную точность данного описания На другом сеансе инкогнито присутствовавший редактор одного журнала Просил госпожу Самье описать его собственный дом в Лиле Ясновидение на этот раз не изменило ей Ваш дом прекрасен и величествен, сказала она Это деревенский дом, построенный совершенно не так, как другие архитектуры его очень древнего стиля Большая лестница разделяется на две ветви, ведущие одна направо, другая налево Госпожа Самье описала затем все комнаты и всех в ней живущих Дав такое точное описание их наружности, что все они тотчас были узнаны При этом интересно то обстоятельство, что когда спрашивающий сосредоточил свои мысли и волю на архитектуре лестницы Дабы побудить Самнамбула дать ее описание Та, вопреки его желаниям, стала говорить о растениях и цветах, которые она видела на этой лестнице Так как растения и цветы она очень любила Спрашивающий с удивлением заявил, что он ни о растениях, ни о цветах вовсе не думал Доказательство, что разумное я или душа Самнамбула, перенесясь в этом дом, сохранило вполне свою независимость, несмотря на волю экспериментирующего лица Для серьезного наблюдателя все эти факты служат достаточными доказательствами существования души и ее независимости от тела Эти факты разрушают то положение материалистической философии, которое утверждает, что душа есть функция мозга Коль скоро доказано, как в настоящем случае, что душа думает и действует вне тела Так каким образом может она быть результатом отправлений материи, простой функции, материальных органов Вместо того, чтобы быть простой функцией, она скорее является независимой причиной Деятельной волей, предшествующей деятельности физических органов Этими фактами доказывается не только ее существование, но и бессмертие Если в продолжении жизни, во время магнетического сна, она обнаруживает свою независимость Видит, думает и действует вне своего тела То тем с большим правом можно заключить о ее независимости после смерти Мисс Дженни Хаган сообщает следующий замечательный случай ясновидения С целью доказать, что оно было свободным проявлением высшей духовной способности А не передачей мыслей По вопросу о ясновидении, говорит мисс Хаган Извешено, что существуют индивидуумы, которых один называет медиумами Другие ясновидящими И которые обладают способностью видеть местности и лица Отдаленных от них на огромные расстояния С изумительной яркостью и точностью воспроизводят они события, им совершенно неизвестные Не так давно я слышал от лица вполне достоверного случая ясновидения Действительно замечательный Если вообще что-либо можно назвать замечательным Один джентльмен, находясь вдали от своего города и оставивший там свою больную жену в постели Отправился к ясновидящему, который бывал прежде И спросил ее, кого она видит в его доме Она описала ему все комнаты расположения их вполне точно и прибавила Я вижу на дворе пожилую женщину, собирающую опилки На голове у нее мужская соломенная шляпа А на плечах накинутый наподобие платка кусок клетчатой фланели Джентльмен был восхищен этим быстро сделанным, но изумительным по своей яркости описанием Действительно у него была пожилая слабоумная сестра, любившая носить его старые шляпы И собирать опилки на дворе, где работали плотники Теперь я вас попрошу еще раз посмотреть, что происходит в самом доме Она исполнила его желание, описывая комнату за комнатой, дошла наконец до спальни и сказала Здесь постель не прибрана Почему же, спросил он На это я не могу вам ответить Разве вы никого не видите на этой постели? Никого не вижу Это его чрезвычайно изумило, он знал, что его жена больная и не может вставать На этот раз вы ошиблись, сказал он Я оставил свою жену больную Как оказалось, впоследствии ясновидящая была права Этот разговор происходил утром, на другой день по отъезде джентльмена из дома Его жена все еще была больна Но их домашний доктор нашел, что для нее было бы полезно встать, походить и даже прокатиться И за четверть часа до описанного разговора больная встала, оделась и уехала Вот почему ясновидящая и не могла найти ее в доме Повторяю Так как вопрошавший был убежден, что его жена больная и лежит в постели То очевидно, что описанный факт ясновидения не мог быть результатом постороннего внушения В городе Гефле, Швеция, недавно имел место следующее Редкий случай ясновидения Один из пассажиров 2-го класса, ехавший в ночном поезде с северной железной дороги Незалеко от станции Сен-Девилле Был найден в вагоне убитым и ограбленным Полиция немедленно приступила к розыскам виновника этого загадочного преступления Но все ее старания оказались безуспешными Она не только не поймала убийцы, но не узнала даже обстоятельств, при которых совершено было преступление Вдруг полицейстер получил письмо от какой-то женщины из города Гефле Которая во сне видела все подробности преступления В своем письме она сообщает следующее Мне снилось, что я еду в Сен-Девилле и сижу в вагоне 2-го класса В котором кроме меня находятся какие-то два господина Так как их присутствие меня стесняло, то я вошла в следующий вагон 2-го же класса Я поместилась в углу и скоро заметила, что в противоположном углу спал какой-то господин Спустя несколько времени открылась дверь И в вагон вошел человек крепкого телосложения среднего роста и с рыжей бородой Вошедший осторожно оглянулся вокруг себя Вынул из кармана красный носовой платок с белыми пятнышками Вложил в один из концов его свинцовый шарик И завязав этот конец со всего размаху ударил им спавшего в висок Затем он стал тащить висевшую на плечах у последнего сумку Заметив, что спавший при этом несколько очнулся Он вторично ударил его тем же концом платка по темени и покончил с ним После этого он вытащил из сумки все ценные бумаги и деньги И вынув из кармана своего жилета маленький ножик Сделал им небольшой прорез на изнанке своего пальто И вложил туда похищенные им бумаги Потом он сделал несколько шагов по тому направлению, где я сидела Я так сильно испугалась, что вскрикнула и проснулась Полиция отнеслась к показаниям этого очевидца довольно серьезно И руководство с ними поймало действительно виновника этого преступления Свидетельница лично явилась затем полицмейстеру Эта простая женщина лет 55 вполне здоровая Муж ее столер и с времени своего замужества Она безотлучно живет в Гефле и никогда не бывала в Сунду Вилле Среди массы фотографических карточек она немедленно узнала карточку убийцы, которого видела во сне Замечательнее всего то, что этот сон ей снился как раз в тот момент, когда было совершено преступление Убийца сознался во всем Показания свидетельницы вполне оправдались Будучи принуждены покинуть свою родину для пропитания своей небольшой семьи Рассказывает госпожа Р. из департамента Гаронны Мы взяли эту ферму Однажды старший из сыновей сильно поссорился со своим отцом и ушел от нас Прошло уже немало времени, и мы ни разу не получали от него никакого известия Однажды, не в силах будучи дольше выносить этой неизвестности Я стала горячо молиться Богу Я вспомнила слова Просите и дастся вам И сказала себе Это правда, Господи, вспомни Твое обещание, укажи мне, где мой сын И я пойду за ним хоть на край света Я легла спать с полной верой в то, что моя молитва будет услышана Во сне я увидела своего сына в городе Эс в одном доме, который хорошо запомнила И говорила долго с ним Сновидение было так живо, что проснувшись, я долго не могла верить, что это было во сне Я рассказала свой сон своему мужу и сказала ему Я хочу туда идти, и я убеждена, что там найду его Ты с ума сошла, сказал мне на это муж Ты хочешь идти в Эс, когда он может быть в В Ты никогда не была в Эс и не знаешь дороги туда Ты заблудишься в пути Я продолжала, однако же, стоять на своем, так что принуждены были уступить мне Далее госпожа Эр рассказывает, как она приехала в Эс Полная верой я стала спрашивать на вокзале Но никто не знал моего сына Целый день я бродила по городу, тщетно расспрашивала о своем сыне Преимущественно у людей, более подходящих к нему по своему социальному положению Но наконец, измученный бесплодными поисками Я уже решилась возвратиться на вокзал Пока вдруг, продолжая оглядываться по сторонам Я увидела тот самый дом, в котором я во сне видела своего сына Это было какое-то кафе, полное посетителей И когда я приблизился к этому дому, из него вышла какая-то дама В которой я и обратилась к которой, с вопросом о своем сыне Дама, оказалось, знает его очень хорошо и точно же указала мне, где его найти Этот рассказ совершенно согласен со всеми сведениями, собранными для разъяснения и проверки этого факта Нужно только заметить, что в то время, когда госпожа Эр приехала в Эс Ее сына там уже не было, но ей указали его новое место пребывания возле Эм Где она его и нашла Однако, в то время, когда ей приснился ее знаменательный сон Сын ее был еще в Эс И хотя и не жил в том доме, в котором она видела его во сне Но бывал там чуть не ежедневно Несколько лет тому назад, в окрестностях Бастона в Америке Появилась одна ясновидящая, сразу привлекшая внимание публики Своими сверхъестественными, всегда совпадающими с действительностью видениями Поль Бурже, во время своего путешествия по Америке, заезжал к ней И знаменитый писатель-психолог, несмотря на свое скептическое отношение к этому явлению Был тем не менее поражен ее способностью отгадывать Он принес ей дорожные часы одного умершего друга И, основидевшая, держа их в руках, рассказала ему о различных подробностях из прошлого этого человека Об его помешательстве и самоубийстве С тех пор госпожа Пинерс, так зовут ее, проявила еще больше успеха в ясновидении В научном мире она пользуется теперь большой известностью Четверо ученых особенно стоят за нее Профессор Кембергского университета Мэйерс Известный не только как экспериментатор, но и как моралист и философ Затем профессор Джемс, издающий новель психологии Профессор Лодж и, наконец, доктор Ходжион Известный своими разоблачениями и преследованиями, направленными против недобросовестных спиритов Госпожа Пинерс простого мещанского происхождения Ей 38 лет Она замужем и имеет нескольких детей В ее наружности нет ничего напоминающего классическую колдунью Ее занятия придают ей немного утомленный вид Взгляд ее беспокойный, голос медленный, певучий Она засыпает без всякого постороннего внушения, держа пришедшего к ней за руку После нескольких вздохов и вздрагиваний Она перестает быть госпожой Пинерс и воображает себя другой личностью По словам доктора Ходжиона, ясновидящая в один из ее визитов назвала себя Жоржем Пелом Этот Жорж Пелом, умерший за несколько недель до этого при падении с лошади, был большой друг доктора Он был адвокатом и состоял в то же время корреспондентом из Америки Society for Psychical Research в Лондоне Ваш друг Жорж Пелом хочет вам что-то сказать, обратилась честновидящая к доктору Пусть говорит, ответил Ходжион, удивленный тем, что слышит это имя от женщины, которая не могла его знать Тогда Пелом через посредничество госпожи Пинерс рассказал своему другу, что дела его после смерти остались в большом беспорядке Что его особенно мучит мысль о связке писем, лежащих в глубине одного ящика у него в комнате Ему очень не хотелось, чтобы эти письма попались в его семье И он умолял Ходжиона тотчас же отправиться к нему и достать их Ходжион счел все это за басню и не поехал Но через месяц ему пришлось раскаяться в этом Он узнал от родителей Пелама, что письма эти действительно нашлись Зволнованный таким странным совпадением, Ходжион решил продолжать наблюдение над ясновидящей Он дал знать полиции о случившемся, предполагая, что сам Пинерс, муж ясновидящей, втайне рассылал агентам за сновидениями Полиция ничего не нашла Тогда Ходжион начал приводить к ясновидящей различных друзей Пелама, которых покойный, продолжая говорить через посредничество госпожи Пинерс, всегда узнавал ссылки Подробный случай мы объясняем не явлениями души умершего, но глубоким ясновидением медиума, духовный взор которого простирался по ту сторону жизни Про Таирей Григорий Диченко Мало того, Пелам после смерти добился успеха, который немногим сыновьям выпадает при жизни Он заставил своих родителей веровать, рассказав им до мельчайших подробностей все, что случилось с ним после смерти На предложенный вопрос, касающийся его загробной жизни, Пелам развязно ответил, что не надо без причины раздувать огонь Вот рассказ, который во всяком случае не банален До сих пор толпа лишь верила в самнамбулов и различных медиумов Но никогда еще не приходилось видеть ученых, собравшихся для того, чтобы подтвердить гипотезу о бессмертии души Неоспоримую для каждого верующего, но все еще недопускаемую материалистами В журнале-ревью психологии за февраль 1889 год Доктор Дюшей приводит множество фактов, которые автор, по собственному признанию, не решался до сих пор обнародовать Там рассказывается, между прочим, о самнамбуле, которая, будучи усыпленной, объявила, что сын ее соседа, участвовавший в крымской кампании, умер Проснувшись, она по обыкновению ничего не помнила Но вскоре узнали, что молодой человек умер в Константинополе в тот самый день, когда самнамбула объявила об этом Другой случай был в тюрьме города Блуа Самнамбуле дали в руки что-то завернутое в бумагу Она с ужасом отбросила этот предмет, сказав, что это галстук, на котором кто-то повесился На дальнейший расспрос она отвечала, что этот человек убийца, зарезавший свою жертву серпом Все оказалось верным Скептики, разумеется, объяснять это чтение мыслей объяснят Так как подробности убийства уже были известны присутствовавшим Эти скептики забыли, что не дали, как несколько лет тому назад, возможность чтения мыслей упорно ими отрицалась Теперь они уже не могут отрицать ее, но зато о ясновидении не хотят и слышать Тем не менее, в данном случае ясновидение проявилось Самнамбула открыла нечто, чего никто не знал Что убийца забросил орудие преступления в большую лужу Там его действительно нашли Далее рассказывается о мальчике-лунатике Пришедшем однажды во время припадка в комнату учителя И сообщившем ему, что у его маленького сына, бывшего в другом городе, прорезался четвертый зуб Через несколько дней учитель получил от своего тестя письмо, в котором упоминалось об этом обстоятельстве В другой раз мальчик объявил учителю, что с его ребенком случилось несчастье, на что особенно беспокоиться нечего Впоследствии узнали, что кормилица ребенка была пьяна, когда кормила его грудью Ребенок был очень болен, но поправился Тот же мальчик вскочил однажды ночь из постели, разбудил одного из товарищей И стал ему выговаривать за то, что тот оставил дверь в классную, отваренной Туда забралась, по его словам, кошка, которая прокинула тарелку, разбившуюся на пять кусков Дети пошли посмотреть, и оказалось, что сам Намбул был прав В следующую ночь он сказал, что на такой-то улице лежит труп утопленника Утром известие это подтвердилось В статье Дилфей упоминается еще о другом мальчике Самнамбуле Написавшем однажды в темноте письмо, в котором не было ни одной ошибки и ни одной кривой строки Оно занимало пол листа обыкновенной пищи и бумаги И было написано с непонятной быстротой уж 4-5 минут Несколько раз этого мальчика находили лежащим в постели с книгой, громко повторяющим свой урок У него брали книгу, но он все-таки продолжал повторять задания 5-6 страниц подряд, не пропуская ни слова По пробуждению он уже не бывал в состоянии ничего повторить Ограничившись этими немногими примерами Из большой статьи доктора Дюфе В которой приводится случай магнетического соотношения Пользование лечебными средствами Указанное состояние самнамбулизма Ясновидение на большом расстоянии Предвидение будущего и так далее Продолжение следует...